Бессмертный полк в Караганде собрал около 15 тысяч человек. Все они пришли 9 мая к мемориалу славы «Вечный огонь», чтобы отдать дань памяти тем, кто 72 года назад ценой своей жизни победил фашизм. На мемориале состоялось шествие Бессмертного полка и возложение цветов. Карагандинцы с портретами родных прошли по улице Гоголя к Вечному огню. В руках участники акции гордо несли штендеры с портретами родственников, которых так или иначе коснулась Великая Отечественная война. Рауза Мукатайка заучаствует в шествии каждый год. Она вышла с портретом своего отца, красноармейца Мукатая Канапьяула. Женщина с гордостью рассказала, что отец был призван в 41-м, свои 44 года. Несмотря на возраст, Мукатайага сражался на войне, не жалея сил. На митинг пришли все его потомки. Отец умер в 100 лет, а воевал под Сталинградом. При жизни никогда не пропускал праздники Дня Победы. Сейчас, чествую память отца, я выхожу на митинги с его потомками. Прошло 20 лет со дня его смерти. Никогда не забуду его героизм. И каждое 9 мая для меня проходит очень болезненно. То время никогда не забудется. Память о героях будет вечно. Толиген Закиров приехал на митинг из Баянаула со всей своей семьей. Он принес с собой портрет отца Рахимтая Закирова. Дома оставалась мать. Тоже участница Великой Отечественной войны. На этот митинг она по состоянию здоровья прийти не смогла. Вместе с ним в колонну бессмертного полка встали внуки. Наша главная миссия – не забыть героизм наших отцов и сохранить его потомкам. Мы приехали сюда специально с детьми, ведь именно они должны гордиться своим дедом. Никогда не забуду его рассказы о войне. Ружейный зал, военные песни и гвоздики. У мемориала вечного огня не протолкнутся. Ветераны, украшенные орденами, военнослужащие в парадных мундирах. Участников войны остало всего 184 человека во всей Карагандинской области. Со словами благодарности к ним обратился глава региона Ирлан Кушанов. То поколение победителей – это гордость нашего общества. Это пример истинной любви к родной земле из заветного мужества. Великая победа – это важная часть нашей истории, нашей общей истории. Без нее не состоялась бы независимость нашей страны. Мы всегда будем помнить и чтить память победителей, остановивших фашизм. Спасибо вам, дорогие ветераны, за сегодняшнюю нашу мирную жизнь. Своих современников поздравил и 95-летний ветеран Беркут Ешанов. Аксакал поразил собравшихся военной выправкой и проникновенной речью. Сегодня мы собрались не потому, только чтобы отметить, собраться сюда. Нет, каждый год День Победы наш народ, наша молодежь дает клятву. Сейчас в Караганде в живых осталось около 90 участников Великой Отечественной войны. И лишь некоторые из них смогли в этот день быть вместе с нами и поделиться воспоминаниями. Это значит, что как только объявили День Победы, мы, как смертники себя считали, где прибьют и как прибьют. Мы, как в госпитале, очень радостно, торжественно были салюты. Всем хорошей жизни. Счастливого, чистого неба, много нас, много приветствует нас. Пожелаю. Около 60 тысяч жителей Карагандинской области воевали на полях сражения во время Великой Отечественной войны. Чествование таких героев было и остается главной миссией. Акция «Бессмертный полк» проводится в Караганде на протяжении четырех лет. На первом шествии возле мемориала «Вечный огонь» приняли участие всего 25 человек. Сейчас же в колонии прошли около 15 тысяч карагандинцев. В строю «Бессмертного полка» шли взрослые дети, молодежь и пенсионеры. Каждый хотел отдать дань памяти своим отцам, дедам и прадедам. Фариза Улбаева, Жасла Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.